Итак, на днях я с детьми пошел в кино. Мы сели, взяли попкорн, и начались трейлеры. Первым показали трейлер нового фильма о Вилли Вонке. Я фанат оригинала, но и новый выглядит неплохо. Далее показали вторую часть «Дюны». И именно тогда моя 15-летняя дочь наклонилась ко мне и заявила нечто, что взорвало мой мозг. Вилли Вонка и Пол Атрейдес – это один и тот же человек. Серьезно, господа. Актер Тимоти Шаламе. Он везде и всюду. Впервые я заметил его в фильме 2017 года «Недруги». Увидев его, я подумал, алло, этот парень неплохо изображает французский акцент. Оказалось, что это французский актер, что показалось мне забавным, ведь в фильме «Король Англии» 2019 года он играл английского короля. А его соперника играл английский актер Роберт Паттинсон. Лично меня это забавляет. Понимаю. Кто-то из вас подумает «Антонио, да ладно, чему я могу научиться у этого тощего француза? Он выглядит так, будто его ветром сдует». На что я отвечу, в этом вся соль. Парень не обладает типичным мускулистым телосложением, как у Майкла Би Джордана, Крейга, Кевилла. Нет, напротив, у него стройная фигура, тонкие черты лица. И это замечательно, ведь многие из нас, в том числе и я, не обладают идеальным телом, и поэтому очень хотели бы, чтобы одежда могла украсить наш образ. Итак, как же перенять стиль Тимоти Шаламе? И это тема сегодняшнего видео. Совет первый по тому, как перенять стиль Тимоти Шаламе – принять свою уникальность и полюбить то, что делает вас таким. Знаю, это звучит банально, но вот о чем я. Взгляните на его волосы. Длинные и вьющиеся, которые, если посмотреть на его ранние фото, он не отращивал. Думаю, раньше он был немного неуверен в себе из-за них. Но сейчас он принял свои длинные вьющиеся локоны. Можно с уверенностью сказать, что он легко узнается по одной только прическе. Итак, пункт первый, что делает вас уникальными, как вы можете использовать это? Как сделать это частью вашего фирменного образа? Может, у вас крупноватый нос. Вас это не сильно напрягает, но на фотографиях вы всегда стоите прямо перед камерой, чтобы не был виден ваш профиль. Господа, а что если обернуть все иначе? Что если сделать ваш нос предметом гордости? Может, у вас на лице есть родимое пятно или родинка? Или щели между зубами? Забавно, но в молодости мы часто комплексуем по поводу чего-то настолько незначительного, что, по правде говоря, никто другой не замечает. Все озабочены своими проблемами. Господа, если вы сможете превратить эту слабость в силу, это будет огромной победой для вашего имиджа и вашей уверенности. И говоря об уверенности, у Тимоти Шаламе ее масса. Но так было не всегда. Ведь он начал сниматься еще в детстве, и глядя на него, в подростковом возрасте можно заметить его неуверенность. Но вот в чем дело. Он старался. Ему нужно было хорошо одеваться для красных ковровых дорожек и мероприятий, которые он посещал. И из-за частых выходов он привык одеваться хорошо. Это перестало вызывать у него дискомфорт. Что касается нас с вами, то я понимаю, красные ковровые дорожки – это не часть нашей жизни. Тем не менее, можно ли творчески подойти к выбору одежды? Скажем, идя на свидание с девушкой, с которой вы вместе уже несколько лет, начните одеваться чуть лучше. Наденьте рубашку с воротником, пиджак. Что-то красивое, чтобы хорошо выглядеть. Вы одиноки? Ну тогда сходите на концерт. Хорошо, вы сантехник, вы работяга. Но если вы цените приятные моменты в жизни, особенно женщин, тогда вперед, наряжайтесь и ходите на мероприятия, знакомьтесь с новыми и интересными людьми. К чему я веду? Практикуя что-то, вы становитесь в этом лучше. Практикуйтесь, оценивайте свои результаты и работайте, чтобы стать лучше. Следующий секрет стиля Тимоти Шаламе – использование текстуры. Опять же, если вы худой, то текстура – ваш друг. Она добавляет глубину. Если вы хотите измениться и привлечь к себе внимание, не бойтесь одежды с текстурой, например, кашмировых свитеров или замшевых курток, замшевой обуви. Вот Тимоти в бархатном костюме, кажется, от Александра МакКуина. Возможно, для большинства это перебор, и это не самый практичный наряд. Подумайте о том, что впишется в ваш гардероб. Вернемся к замше. Я уже говорил о замшевой обуви, и да, бывает вода, отталкивающая замша. Такую надо поискать, но попробуйте найти пару ботинок, и вот вы уже выглядите наряднее. Для парней из Калифорнии проливные дожди – редкость. Так что пользуйтесь этим и добавьте больше текстуры, например, замшевые куртки, бархатные пиджаки. Найдите что-нибудь. Можно даже выбрать что-то грубое, например, вельвет. Да, я говорю о брюках, которые многие из вас, наверное, носили в детстве. Можно вернуть их в гардероб. Ищите более плотные варианты, с более высоким количеством полос на дюйм. Примерно от 11 до 7, думаю, для брюк это в самый раз. Я уже говорил о свитерах. Шерсть – это хорошо, но кашемир, в нем есть нечто такое, что привлекает дам. И если вы найдете хороший свитер, который хорошо сидит на вас, внезапно он может стать уникальной деталью, которая заставит людей приблизиться к вам. Следующий секрет стиля Тимати понимает, что крой имеет значение. В нем все дело. Если на вас костюм за 2000 долларов, который на вас не сидит, то и выглядеть он будет так себе. Можно найти костюм за 200 долларов, например, в секонд-хенде, и подогнать его по фигуре. Или купить готовый, который хорошо сидит. Тогда вы будете выглядеть гораздо лучше того, кто носит вещи неправильного кроя. Это касается и джинсов, футболки. Я не говорю, что нужно их шить на заказ. Но покупайте те, что на вас сидят, и избегайте тех, что не подходят по размеру. Если у вас никогда не было личного портного, то, знаете, можно брать даже те вещи, которые вам не подходят. Они смогут служить вам годами. Или же вы похудели и не носите вещь, потому что она на вас теперь висит. Парни, вы можете отнести вещь портному, и это обойдется долларов в 20. Или же научитесь делать это сами, если у вас очень ограниченный бюджет. Или попросите об этом друга. И вот у вас уже больше одежды, которая просто отлично на вас смотрится. Поговорим о дерзких узорах и принтах. Тимоти неплохо разбирается в этом, и у него есть несколько дизайнерских костюмов, кажется, от Аккермана. Они очень интересные. Я не стану рекомендовать это всем, но можно надеть рубашку с цветочным принтом. Или футболку с цветочным принтом на кармане. А может быть, немного повеселиться с узором на брюках. Не бойтесь пробовать что-то новое. Смелые узоры и принты не всегда можно сочетать со всем. Но если пару раз в год выходите на особые мероприятия, то неплохо иметь для этого несколько вещей. Тот самый пиджак, ту самую рубашку. Я не думаю, что есть нечто плохое в том, чтобы иметь такие вещи в своем гардеробе. Особенно, если они могут улучшить ваше настроение. При этом Тимоти определенно разбирается в классике и понимает силу однотонной одежды. В чем фишка однотонной одежды? Она позволяет взгляду скользить вверх и вниз. Если одежда хорошо сидит, но вы слегка в теле, то добавьте пиджак. Не обязательно строгий костюм, я понимаю, что это не для всех. Но поиграйте с текстурой. К примеру, джинсы и однотонный темный пиджак. Опять же, это позволяет глазам скользить вверх и вниз. Они не задерживаются на области живота, на котором у многих из нас лишние 10-15 килограммов. Когда вы надеваете контрастную футболку или рубашку, все сразу начинают пялиться в области живота. Но если накинуть пиджак и добиться однотонного образа, или надеть рубашку, которая близка по цвету к брюкам, то вы облегчаете глазам путь вверх и вниз. Добавьте подходящий по цвету ремень, и люди станут фокусировать взгляд на вашем лице. Разумеется, мистер Шелам и худой парень, поэтому его выход – многослойность. Правила многослойности довольно просты. В целом нужно использовать не более трех вещей или двух, если вы новичок. Не носите рядом вещи с узором одинакового размера, потому что это создает иллюзию движения. И вообще, чем ниже слой или ближе к телу, тем, как правило, тоньше должен быть материал. Можно надеть футболку, рубашку, а сверху свитер или пиджак. Единственное исключение – иногда легкий свитер может соперничать с пиджаком. Также не стоит надевать тяжелый шерстяной свитер, а затем пытаться накинуть на него легкую куртку. Это перебор, и вам в куртке попросту будет тесно. О, и еще один совет по поводу многослойности – чередуйте текстуру. Мы уже говорили об этом. Возможно, у вас есть шелковый галстук, хлопковая рубашка и кашемировый свитер с V-образным вырезом. Здесь у нас три разных текстуры, которые привлекают внимание. Можно даже надеть пиджак-вилочку, добавив четвертую. Следующий секрет стиля, который нужно перенять у Тимати Шаламы – подбирайте аксессуары с умом, вдумчиво. Думайте о том, что надеть. Часы, или, может быть, браслет, или ожерелье. Может быть, пару винтажных солнечных очков вашего дедушки. Я понимаю, что не у всех есть такие винтажные вещи, но можно найти что-то, что вам просто очень нравится, и носить эту вещь. Только убедитесь, что это не перебор, что она не привлекает слишком много внимания, а дополняет то, что вы носите. Вещь должна быть простой, и вы должны уже уметь ее носить. Это может быть кольцо, может быть серьга, но убедитесь, что это не первый раз, когда вы это надеваете. Главное, вам должно быть комфортно. Далее поговорим о культурном влиянии Тимати Шаламы. Он француз, и ему это легко отдается, ведь некоторые крупнейшие домомоды основаны во Франции. Но, может быть, вы из Мексики, может быть, у вас вьетнамское происхождение, или, я не знаю, откуда вы родом, но, вероятно, у вас есть традиционные предметы одежды, которые вы могли бы сделать частью своего стиля. Вы родом с Кубы, или хотя бы ваш дедушка. Так, почему бы вам не надеть Гоая Беру? Попробуйте. Просто поносите ее по дому, выйдите на улицу и посмотрите, как вы себя чувствуете. Может быть, вы украинецы в детстве носили уша, ушанку, ушанку. Моя жена меня убьет. Может быть, вы украинец, или просто хотите выразить поддержку, обратите внимание на вышиванку. На самом деле, чтобы видео было интереснее, я попрошу вас написать в комментариях, какие традиционные предметы одежды вы бы хотели видеть в мужском гардеробе. Человек может и не принадлежать какой-то культуре, но все равно носить такие вещи, просто потому что это здорово выглядит. Этот пункт кого-то может задеть, но вы слушаете меня. Андрогинный образ. Знаю, это не для всех. И я не говорю, что нужно начать носить женскую одежду, хотя я думаю, что в отдельных случаях он так и делал. Суть в том, что нужно быть очень уверенным в себе. Вы знаете, что все смотрят на вас, и это, вероятно, часть работы актера, если вы хотите, чтобы люди говорили о вас. Но я думаю, что есть много примеров того, как мужчина может в образ привнести нечто, что многие считают женственным. Это один из моих любимых ароматов. Вообще, это женский аромат. Или это унисекс, но вот в чем дело. Я его просто обожаю, и он мне идет. Или это могут быть женские шлепанцы. У меня есть друг, который просто обожает их, и они лучше по качеству, чем мужские. Что бы то ни было, если вы можете привнести это в свой гардероб. Да если и качество лучше, то какая разница? Я знаю, что многие из вас парни со мной не согласятся. Возможно, у вас есть совет, который вы могли бы добавить. Напишите в комментариях под видео. Я люблю слушать вас. Итак, какое видео посмотреть далее? Что ж, я позаботился об этом. Да, это классное видео. Посмотрите его, нажмите вот здесь, и вы волшебным образом перейдете к следующему видео. Так что да, просто сделайте это. Пока вы еще здесь, клик-клик. Давайте, ребята. Да, вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.